всем привет как всегда благодарю всех тех кто пишет комментарии под моими монологами мне очень приятно их читать очень интересное рассуждение о моде о связи моды с музыкой связи музыки с чем-то еще о том что музыка устаревает становится архаичной и вообще никому не нужной и что музыка 60-х 70-х годов вообще не буду не буду приводить определение никому не нужно ну не знаю значит я тот самый никому тот самый никто которому музыка 60-х 70-х годов прошлого века интересно так же как музыка 19 веком 17 17 не побоюсь этого слова и дальше копать не буду а то скажут что совсем с ума сошел не стану в общем интересно нравится да надел футболочку сегодня скромно поскромнее чтобы выглядеть написано не хардрок кафе рома рим раньше довольно часто едет за границу сейчас стал ездить пореже в силу обстоятельств которые от меня не зависит но из каждой поездки привозил разные пластинки частности из рима привез очень много итальянской музыки то что называется прогрессивный рок ненавижу это определение но тем не менее для упрощения использовал сейчас его сложного итальянского рока привез ну и помимо того что привелся очень многое здесь приобретаются итальянской музыки поэтому есть что рассказать итальянский рок сложный я очень люблю особенно 70-х годов тех самых и завел даже плейлист итальянский извините за выражение прогрессивный рок там пока всего две позиции две пластинки банку которых у меня не какое-то несчитанное количество также как и леор очень много пластинок и я буду о них рассказывать ну кроме этих групп еще достаточно много всего в общем этот самый плейлист я буду пополнять так что если любите или интересуетесь никогда не слышали хотите познакомиться с итальянской сложной серьезной музыкой то милости просим в плейлисты ну а сегодня у меня пластиночка на диване стоит ждет своего часа итальянской группы джамбо 1973 год это третья пластинка джамбо критики пишут что это лучший альбом джамбо не знаю может быть для кого-то это лучший в любом случае он очень хороший первый я не слышал я слышал второй он не меньше мне нравится чем вот этот третий по итальянски я не буду произносить название но она звучит примерно так а вам уже есть 18 лет со знаком вопроса вот такой вот такой прочитайте если вы читаете по итальянски читайте на итальянском языке вот такая пластиночка а вам уже есть 18 лет почему такое название потому что пластинка достаточно радикальная и группу джамбо заметьте это 1973 год до группу джамбо запретили на радио в италии после выхода этого альбома хотя группа играла давала концерты еще примерно до 76 после чего распалась ну а потом уже ближе к нашему времени как водится случился reunion и по моему вышла еще пара пластинок джамбо если я не ошибаюсь я их не видел и не слышал что-то такое где-то читал но во всяком случае концерта они давали в значительном количестве очень интересная группа вообще итальянский сложный рок он отличается умную вещь скажу сейчас итальянским мелодизмом итальянской мелодикой да и вот этой вот квази оперной такой с вокалом в сторону итальянской оперы все-таки у большинства групп за исключением там пи фи м которые которые очень хорошие отличная группа пи фи м прекрасная но у них такой крем все таки в сторону англоязычной музыки англоязычного рока что их легко спутать с какой-нибудь английской группы например что мне не очень нравится при том что музыка замечательная все хорошо и у меня есть пи м я про них расскажу покажу пластинки но это ближе уже к традиционной англоязычной музыки хотя у них и на итальянском пластинки на английском и на итальянском и на английском и по-разному по-разному и все равно в них как-то вот это вот национальная немножко она есть его много но она чуть-чуть как-то все-таки при 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 прижата англоязычным серьезным роком английским и американским но это мне так кажется хотя у них пластинок огромное количество и там есть и чисто итальянские и нечисто итальянский но джамбо значит я начал говорить об итальянском мелодизме об акрине в сторону оперы здесь крем в сторону оперы в полный рост присутствует и итальянский мелодизм здесь присутствует и вот эти вот сложные вокальные такие с национальным колоритом построения но это настолько яростная музыка я когда услышал я не слышал кстати раньше эту группу не слышал совсем недавно она у меня появилась пластинка и я был потрясен потому что это так радикально так это мощно так это тяжело совершенно не характерно для итальянского урока первые пластинки банка они тяжелые тоже они громкие резкие такие сложные но но до такого зверства они не доходят как здесь совсем не похоже на привычную итальянскую сложную серьезно красивую музыку мелодичную здесь тоже мелодично но так мелодично как у вандер граф примерно мелодично то есть угловатые черные страшные построения с жутким бокалом альвара фэлла или фэлла фэлла наверно лидер группа альвара фэлла я буду так говорить да или фэлла не знаю как правильно произносится но этот самый фэлла он начинает пластинку с дикого рыка своего него низкий такой баритон хриплый грубый при этом очень сильный голос и он поет сложные партии достаточно с широким диапазоном но такой мужицкий хриплый рев он ребят и первые первые секунды ставишь эту пластинку а вам есть 18 лет если нет не слушайте и там очень много про проституток про разные препараты запрещенные про всяческие меньшинства и про то как их третируют все все вокруг общества в общем радикальный и и и и такой откровенный жесткий альбомы по текстам и по музыке и вот начинается это с дикого ры как рева фэлла который не просто ревет и кричит а поет мелодию сложную самую угловатую такую в духе вандер граф но это не униклон вандер граф генератор но просто по построением по ужасу вот этому который прет из музыки очень похоже и вот ревет сначала фэлла басы пластинка вообще вся в низком регистре тяжелом внизу все бас грохочет барабан игра хочет все все вот этого полета такого ничего даже близко нет все такое все на земле такую мощная тяжелая гитара с фузом даже не с овердрайвом а такой вот этот едкий жесткий звук фаз вообще правильно говорится давно вот фузовый мы привыкли так говорить фузовый вот этот звук такой похожий на мясницкий нож вот эта гитара все время играет сзади папа рябущим голосом фила вот этот запев сначала дикий который сразу вышибает мозг думаешь а итальянцы ли это потом понимаешь что поют на итальянском все-таки итальянцы до после чего небольшая пауза пауза как смысле не 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 пауза пауза не тишина а немножко сбрасывается динамика гитарное слово с этим самым фузом появляется флейта немножко раз раздвигается вот эта ткань музыкальная вся появляется флейта но флейта никакой легкости здесь не дает здесь настолько все что это флейта она наоборот нагоняет напряжение повышает градус тревоги и тембр флейта вы какой-то такой не 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 легкий не полетный не не птичьи не дни не певческий такой да а такой такой плит такой притупленный немножко после чего опять возвращаемся в хаос фузовой гитары которые играют соло очень хорошие очень техничная очень такое роковая и вот этот навал опять угловатой мелодии с криками фэлла это просто какую-то какую-то но питер хэмилл приходит на на ум конечно но питер хэмилл которому примерно лет 150 в таком духе и который поет ниже гораздо как сказать чем он поет на самом деле но фэлла конечно его тут перешибает мощью своей при всей моей любви там к питеру хэмиллу и проще прочее потом вдруг раз оля классическая оля такой восемнадцатый век фортепьяно легко 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 бас гитарная игра на чистом звуке очень красивая очень электрическая до очень красивая и такая роковая в сторону немножко где-то не люблю пинг флойд но вот в сторону туда кому нравится пинг флойд вот такая вот игра да такая пространственная space rock такой но недолго потому что дальше опять включается фрэлла и понеслось вот это вот вот эти вот какие-то рушащиеся фабрики и взрывающиеся заводы проваливающийся под ногами асфальт и все остальное в таком духе с добавкой уже авангардной музыки чуть-чуть авангардного джаза чуть-чуть авангардного рока где-то такой привет кинг римсон привет далеко далеко кинг римсон а здесь все рядом и все громко все это просто кирпичи падают на нас прямо мы 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 пытаемся от них увернуться на ничего не получается пластинка подходит концу первая сторона мы переворачиваем и вторая сторона вдруг неожиданно здравствуйте здравствуйте восточные звуки имитация ситара потому что я не уверен что там настоящий ситара идет там здесь клавиш вообще полно здесь такое количество клавиш как которое использовал наверно только хрби хэнкок ну и мелотрон само собой полный набор все тут все 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 что можно использовать все здесь присутствует и вдруг начинается восток начинаются таблы начинаются барабаны перкуссия и понеслась такая псевдо восточная история инструментальная но все равно чувствуется что это италия все равно каким-то образом итальянский колорит там присутствует хотя с одной стороны вроде бы чистая африка пошли эти таблы африка индия что-то среднее между индии и африкой потому что ситарный синтезированный явно звук все-таки там мелькает где-то потом он уходит остается бас клавиши и вот это вот вот это африканская история да на первой стороне после гитарного соло вот этого красивого про который говорил там начинается баллада итальянская баллада два раза она повторяется после гитарного соло с уходом в рев филла потом опять возвращается в красивую с акустической гитарой баллада балладу а потом опять упадает все в эту вот этот вот этот хаос падающих кирпичей здесь примерно та же история после вот этой восточные space роковой такой штуки опять настоящий для тех кто любит тяжелый рок тяжелый очень сложный очень сложный изломанный скрученный прорезанный ржавым железом рок с этим вот вокалом филла адским совершенно и потом уход уже в настоящий space в настоящий space уже синтезаторы мелатрон как у king crimson звучит примерно и такой полет 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 здравствуй хоквинд здравствуй космический рок космическое пространство но не типа tangerine dream электронная а все-таки сыгранная людьми на инструментах все так вот красиво красиво и куда это красиво придет красиво это придет в полный шизофренический какой-то сашид сошедший с ума карнавал карнавал монстров карнавал страшных карликов каких-то которые мало того что сами по себе не очень красивы я никого не хочу обидеть я говорю о карнавале они еще и в адских масках каких-то чудовищных и вот эти чудовища начинают плясать плясать и музыка уже не 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 ассоциируется с разрушающимися постройками да а уже просто непонятно с чем вообще с каким-то просто загробным запредельным страшным веселим филатом немножко еще до этого поиграет на саксофоне авангардный джаз на этом самом space space пространстве перед тем как прийти к этому жуткому карнавал и жуткий карнавал карс очень очень приятно его слушать потому что так интересно так накручена так закручена в общем для тех кому уже исполнится 18 лет лучшей пластинки я думаю из итальянского рока на сегодняшний день не найти хотя бы так в италии очень много было прекрасных групп и о них я расскажу попозже все они будут выложены эти монологии на виду плейлисте под названием прогрессивный итальянский рок пошел пить пока